На часах еще нет и девяти, а к 39-му лицею уже подтягиваются выпускники. Единый государственный экзамен, как всегда, начнется ровно в 10 по местному времени, так по всей стране. В лицее сегодня пункт проведения экзамена. За ним закреплены 11-классники пяти вагонских школ и несколько выпускников прошлых лет. Планирую поступать на врача, сдаю химиобиологию. Как готовилась? Я готовилась два года с репетиторами. Я уверена, сдать минимум на 80 баллов. Мы вот втроем с девчонками сдаем литературу. Очень волнительно мы готовились, старались готовиться весь год. Надеемся, что фортуна на нашей стороне и к нам попадутся те варианты с теми заданиями, которые мы очень хорошо знаем. Готовился я два дня. Значит, поступать я собираюсь в Санкт-Петербург на природопользователь. Как думаешь, два дня подготовки справишься? Отлично справились. Хоть и готовились все по-разному, кто-то два дня, а кто-то два года, рассчитывают все лишь на свои знания. На народные приметы не надеются. Никто не пришел на экзамен с пятаком в ботинке или в счастливой рубашке. Ну, или нам не признались. Ну, вот единственное, все мои знакомые, родственники желают мне ни пуха ни пера. И в ответ я им кричу к черту. И я надеюсь, что мне это как-то тоже поможет. Поможет ли это получить максимум баллов, не доказано. Но, по крайней мере, будет чуть спокойнее. А вот что точно не оценят наблюдатели, так это шпаргалки. Заметят, экзамен аннулируется. Плюс ведется видеонаблюдение. Да и брать с собой можно только ручку и паспорт. На некоторые экзамены ищу линейку и самый простой калькулятор. В лицее трое выпускников сдают географию, 11 литературу и 19 химию. Все они планируют поступать в вузы. Для тех, кто высшее образование получать не намерен, аттестация другая. Выпускники, которые желают поступить в высшее учебное заведение, они выбирают предметы по выбору и основной предмет русский язык. Выпускники, которые не желают поступать в высшее учебное заведение, они уже сдали экзамены ГВЭ, государственные выпускные экзамены. Экзамен по математике базового уровня в этом году отменен. А что сохранилось с того года, так это меры безопасности. При входе обязательно измерение температуры и обработка рук. Находиться весь экзамен в маске и перчатках должны только наблюдатели. Выпускники средства защиты надевают по желанию. Результаты первых экзаменов будут известны не позже, 17 июня. А следующие в графике ЕГЭ русский язык. Раз обязательный, значит будет самым массовым. Писать его выпускники будут два дня – 3 и 4 июня.